Доктор на работе, социальность для докторов. Махина реальная. Делаем доставку какого-то контента от фарма врачам. Мы не знаем другой такой ниши, где в маленькую аудиторию вбухивалось бы столько денег. Больше 120-140 миллиардов рублей ежегодно. А ворот скач? 3,5 миллиона долларов где-то. Уходят сайты, приходят приложения, приходят мессенджеры. Мы запустили вообще один из первых в мире мессенджер для врачей. Мы думаем, что мессенджер может стать нашим основным бизнесом. Но насколько это маржинальный бизнес? Интересует размещение пиар-статей в онлайн-сми всего мира? Попробуй prnews.io. Инструменты сервиса помогут повысить узнаваемость, увеличить продажи и нарастить ссылочную массу. Линк в описании. В общем, вы сделали гениальную штуку. Перед интервью просто упростили мне жизнь, не знаю, в разы, когда вы сели с партёром и рассказали про факапы. В основном про факапы. Мы выиграли кучу конкурсов. Мы стали стартапом года, мы стали командой года. Про нас написал Форбс, эксперт, коммерсант. Я буду задавать уже такие более конкретные вопросы, а ты расскажешь. Вытащили друг из друга. Но вы же специально это сделали, кстати. 10 лет прошло, как мы занимаемся бизнесом и мы не ставили целью сделать факапы какие-то, а просто решили порефлексировать о том, что получалось, что не получалось. 2009 год. Три партнера, которые основали компанию, доктор на работе. Как так случилось, что человек, который придумал в принципе, он уже не в компании? Человек, который придумал, хотел тогда и продолжает посвящать свою жизнь медицине. Он возглавляет клинику персонализированной медицины Атлас в Москве. Они занимаются развитием сейчас мощного проекта по генетическим тестам. Они занимаются медициной будущего. Видимо его интерес был больше в практической медицине, а доктор на работе это больше медийный IT-бизнес в медицине. Вместе говорили в видео, что было сложновато договариваться. Каким образом прошли? Там прям говорили, что пришлось встречаться регулярно, выпивать, как-то решать эти вопросы. Меня интересует творчество. Каким образом перешли на next level? Как получилось это все поменять? Я думаю, что с течением времени мы просто научились лучше понимать, с одной стороны, подходы друг друга, то есть понимать мотивы, по которым каждый из нас тянет эту штуку в свою сторону. С другой стороны, стали лучше понимать наш бизнес общий. Потому что это общий бизнес, мы зарабатываем вместе и чтобы он получался, то есть нужно понимать мне, что происходит в IT-части и в маркетинге, моему нынешнему партнеру Стасу понимать, что происходит в продажах. И чуть лучше понимая это, он, возможно, там лучше понимает, с чего я пытаюсь добиться. Я понимаю, с какими проблемами он сталкивается. Изначально договаривались? Секторы поделили, кто за что отвечает или нет? Ты знаешь, я думаю, что получилось более или менее естественно, потому что мы просто понимали, что мы пришли с разными знаниями. Это на старте очень помогло, потому что мы не лезли сильно каждый в сферу другого. Но это не решало все проблемы, потому что не всегда интересы продающего звена и производящего звена или создающего совпадают. Не любой продукт продается, но если люди, которые генерируют продукт, что-то создали, и оно, например, быстро не продалось, это может создавать определенную проблему, потому что они создали, это не продалось, как же так? И дальше начинается вопрос, не продалось, потому что продукт не подошел рынку или потому, что там продажи плохо сработали. Поэтому и сказать однозначно, что мы сейчас там не спорим и не конфликтуем будет неправда. Мы много спорим и периодически конфликтуем. Не на все продукты стоит тратить деньги. Не всегда продавцы супер эффективно продают. Не все продукты продавцы хотят продавать. То есть иногда есть какой-то продукт, который продавцам нравится меньше, чем другой. Они продают то, что им проще и понятнее. Что для этого делать, кстати? Это же обычная проблема для многих компаний. Для этого руководящему составу садиться, решать, что выгодно для бизнеса и мотивировать продающее звено таким образом, чтобы они это продавали. Какой-то пример. Если ты даешь три варианта, что человек может продавать, то есть ему или не давать вариантов, чтобы он продавал то, что выгодно компании? Мы иногда думаем об этом, но здесь сложный компромисс встает, потому что иногда какой-то продукт, который сейчас маржинальный, например, имеет не очень хорошую перспективу. И ты понимаешь, что надо сворачиваться и продавать больше другой продукт, но запретив его сейчас, ты на какое-то время прервешь поток денег от него. И надо пытаться находить этот способ перехода. А мотивировать? Во-первых, разъяснять новый продукт лучше, на мой взгляд. То есть чем лучше человек понимает продукт, тем легче его продать. Продавцы очень плохо продают то, что они не понимают, что они боятся вопросов, и они просто лучше не будут поднимать тему, чтобы их не закопали навстречу. Поэтому обучение разъяснения и второе это всегда же можно создать систему KPI. То есть продажи можно измерять только деньгами, а можно измерять тем, что продаешь, что не продаешь. Можно регулировать ценой, то есть можно на продукт, в который там руководство перестает верить, поднимать цену так, чтобы продавцам выгоднее становилось продавать что-то другое или легче просто банально. Давай про бизнес-модель раз мы заговорили. Доктор на работе это в данный момент, сколько я понимаю, социальная сеть, которая номер один русскоязычная для докторов. 2009 год по большому счету в принципе я помню хорошо эти года. Все хотели сделать ВКонтакте, но сегментировать, то есть профессиональные всякие сообщества. Получилось, откровенно сказать, очень не у многих. Почему у вас получилось? Мы, наверное, единственные, кто выбрал жизнеспособную бизнес-модель. У нас относительно маленькая аудитория, в России там всего 650 тысяч врачей, но при этом на эту маленькую аудиторию тратятся огромные деньги в стране. Фармацевтические компании на общение с врачами тратят в совокупности, наверное, больше 120-140 миллиардов рублей ежегодно. И они убеждают врачей через устраивание дружеских отношений, через разъяснение врачам, как работают те или иные препараты, через демонстрацию клинических исследований, которые показывают эффективность тех или иных препаратов. Это разъяснение, там у препаратов появляются новые назначения, например, иногда и об этом нужно рассказать. Иногда выясняются какие-то особенности взаимодействия нескольких препаратов, когда их принимают вместе. Поэтому фарма пакует это все сейчас скорее в такую образовательную деятельность, в ходе которой она ведет разъяснительную работу для врачей. Такие комьюнити делают, да, получается? Они в основном работают индивидуально, не делая комьюнити. Я имею ввиду не используя доктора на работе, а вообще просто в стране. Да, я понял. Мне интересует как раз кидать без доктора на работе. Основной инструмент, основной расход, это медицинский представитель. Это человек, который приходит в кабинет врача, сотрудник фармкомпании и там раньше с какими-то статьями, распечатками или флетами, сейчас чаще всего с планшетами показывает на планшете какую-нибудь инфографику, информацию, видео, разъяснения и так далее, которые помогают врачу принимать решения в работе с пациентами. Поэтому они возят действительно какую-то более элитарную касту врачей на международные конференции, таким образом формируя их лояльность и действительно эти врачи потом, возвращаясь в Россию, выступают на локальных конференциях и могут в какой-то степени упоминать и рекламировать эту фармацевтическую компанию. То есть вся эта история действительно происходит, но государство ее сильно зажимает и фармкомпании все в более тесных рамках находятся здесь. Все-таки основной бюджет по-прежнему физически идет просто огромное количество медицинских представителей. И вот мы 10 лет уже занимаемся этим вопросом. Наверное я могу сказать только последние пару лет всерьез началась трансформация этой работы в сторону работы в цифровых каналах. То есть фармкомпании все 10 лет в том или ином виде подходили к этому, но вот так, чтобы отказывались от медицинских представителей в пользу работы удаленной с врачами и выстраивания альтернативных способов коммуникации, это последние несколько лет тренд и он как бы только-только набирает обороты. В самих компаниях фармацевтических, которые в России допустим, у них есть отделы, которые с вами работают или это обычно все-таки директор по маркетингу, который принял решение, что надо выделить бюджет на вот этих ребят, у которых самый популярный сайт в его понимании? Сейчас у всех практически крупных фармацевтических компаний есть диджитал-менеджеры или диджитал-подразделения, не знаю, диджитал-партнеры, они по-разному сформированы эти команды. Иногда это автономная команда, которая отвечает за цифровизацию компаний, иногда это кусочек маркетинга, который работает внутри маркетингового отдела и просто там помогает им. То есть пока еще фармкомпании не пришли к единому виду структуры того, как они будут с этим работать, но практически все наши клиенты сейчас в том или ином виде имеют специализированных людей. Спрошу еще по-другому. Больше процент внутри именно команды маркетинговые у этих фармкомпаний или все-таки они аутсорсят большим каким-то агентством сервисным? Мы практически все продажи делаем напрямую. Мы прошли по рынку рекламных агентств в начале пути, но ввиду того, что у нас очень узко таргетированная реклама, она достаточно дорогая. И рекламные агентства в тот момент не были готовы продавать медийную рекламу вот с такими бюджетами. Плюс мы работаем с рецептурными препаратами, реклама которых запрещена на конечных потребителей и разрешена на врачей. Соответственно для рекламных агентств этот блок бюджетов был вообще не освоен и не выглядело так, как будто они хотят идти в это направление всерьез. То есть им было комфортнее рекламу на телеке, фейсбук, вконтакте, то есть делать массовое размещение. А бюджеты на профессиональное продвижение в интернете были небольшие. Соответственно возможно и стимулов у рекламных агентств не было. Сейчас это меняется. Сейчас появляются специализированные агентства, которые там идут именно для фармы, именно для медицины. Они идут в такую вот медийную рекламу и там спецпроекты, образовательные проекты на врачей в том числе. Почти всегда мы продаем внутри компании, даже если потом агентство помогает с реализацией. Ты в продажах сам до сих пор активно? Я сам управляю нашей командой продаж. У нас сейчас порядка 30 человек в команде, тех, кто работает с клиентами. Это PM и продажники? Продажники, PM. Мы делаем какое-то небольшое количество контента. То есть у нас есть дизайнер, вежитальщик. Чего можно ожидать от платежной системы в 2020 году? Ну конечно надежности и низких комиссий. Система Capitalist пошла дальше и кроме всего вышеперечисленного запустила то, чего точно никто не ожидал, а именно marketplace онлайн услуг. Пополняйте рекламные сети, нетворки и другие сервисы в рамках системы абсолютно бесплатно, а часто еще и с дополнительными бонусами. На marketplace в данный момент уже десятки предложений. Переходите по ссылке в описании и пополняйте свои аккаунты выгодно. У тебя есть обучение, 2008 год по-моему, да? Пишет MBA. Это MBA действительно или нет? Я учился в России, но у меня есть международный сертификат MBA. Менеджмент? Правильно я понимаю? У меня это называлось стратегический менеджмент. Два вопроса. Сейчас часто мы приходим к тому, что в принципе люди идут на MBA, уже когда сделали бизнес и в процессе уже достаточно успешно все у них получается, они понимают, что они тупят или тупили. В твоем случае это там было до основного успешного бизнеса, о котором мы сейчас поговорим. Первый вопрос. Было ли это рано, вовремя или наоборот? А второе за 10 лет что-то устарело из того, что учили или нет? Шанс, что я бы вот прямо сейчас пошел на такую программу маленький, скорее не пошел бы. То есть я бы либо уже пошел на программу куда-то западную, может быть, ну там вот чтобы был может быть другой какой-то уровень обучения, потому что я не могу сказать, что она была прям суперсильная. Это была такая программа без отрыва от производства. Мы учились по вечерам и выходным. Я основной силой и время уделял все же работе, а не обучению. Поэтому для меня это было вовремя, потому что я как-то стал... У меня картинка того, что такой бизнес стала собираться, когда мы учились. То есть оценка бизнеса, там основной метод был, оценка стоимости активов. А сейчас вот эта вот вся IT-история совершенно другой мир, когда смотрят на там рост выручки и какие-то совершенно невероятные мультипликаторы к этому. Давай про цифры. Закроем этот вопрос. Первое сколько человек? Сейчас в команде доктора на работе порядка 65 человек. Делится плюс-минус пополам. Половина команды занимается работой с клиентами, половина команды занимается с самим сайтом и работой с врачами. Та команда, которая работает с клиентами, всю работу клиентскую с врачами осуществляет самостоятельно. И 5 человек это бэк-офис, бухгалтер, офис-менеджер и еще там несколько человек. Разработчики? Примерно 10% команды занимается разработкой. Достаточно сложно нанимать разработчиков, они дорого стоят и для нас это большая проблема и большая преграда росту. Сложность найма достаточного количества людей, способных разрабатывать продукты. А в чем именно в росте вас это стопорит? То есть что вы могли бы делать быстрее? Новые продукты, новые фичи или что? Новые продукты, новые фичи, поддержание текущих фич на том уровне работы, на котором мы хотим. Новые сервисы для клиентов, новые сервисы для врачей, которые будут помогать растить аудиторию, поддерживать ее на более высоком уровне. Много. То есть доктор на работе сейчас это уже там махина реальная в плане количества ресурсов, которые мы поддерживаем. У нас есть сайт для врачей, сайт для фармацевтов, сайт для студентов-медиков. У каждого сайта по нескольку мобильных приложений. Ты говоришь, что вам сейчас инвеститься не интересно. При том, что сейчас ты говоришь, что опять-таки если были бы другие ресурсы, вы нанимали бы топовых разработчиков. Я не могу сказать, что много денег это не помогло бы нам быстрее расти. Другой разговор, что за любые деньги в случае с инвестициями фаундеры отдают долю. И вопрос там, если бы я понимал, что отдав 10% своей доли я бы мог начать расти в 10 раз быстрее, я бы, наверное, не задумываясь, отдал. Если я понимаю, что отдав 10% своей доли я начну расти в 2 раза быстрее, я начинаю думать. Сейчас я думаю, что если мы возьмем инвестицию, то наши траты начнут расти в геометрической прогрессии, а доходы, скорее всего, все же в арифметической продолжить. Я в курке, потому что холодно. Попросили объяснить. Короче, деньги не нужны, потому что дополнительные обязательства, скорее всего, и нет понятных точек роста. Понятные точки роста есть. Деньги всегда нужны. В рамках тех понятных точек роста, которые у нас есть, нам на них хватает. То есть мы прибыльные, мы как бы всю прибыль реинвестируем в рост и мы достаточно зарабатываем, чтобы было что реинвестировать. Давай скажем, сколько зарабатываете? Сколько зарабатываем не скажем. Оборот скажешь? 3,5 миллиона долларов где-то. Мы закрыли прошлый год. Это просто уже открытые данные, их можно посмотреть в Росстате. В 2017 вы заработали 150 миллионов рублей. Это насколько я тоже видел по публичным данным. Естественно, росли к году X2. 2019 как будет, скорее всего? Растем. Больше половины годового результата мы делаем осенью, в конце осени. Поэтому с одной стороны у нас есть понимание, как мы хотим закрыть, с другой стороны оно может сильно скакануть от того, насколько с одной стороны мы успеем реализовать все, что запланировали, а с другой стороны с чем придут наши клиенты на осеннее размещение. У нас есть достаточно много клиентов, которые покупают на год вперед, но все равно еще значительная часть планирует нас. Вообще диджитал планирует немножко хаотично и поэтому в конце года что-то прилетает, что-то отваливается. А что с этим можно делать? Или это все от этих компаний зависит? Это рынок очень молодой для фармы, но я имею в виду вообще направление. И фарма не всегда понимает, как ее правильно планировать, не всегда планирует ее достаточно наперед. Поэтому делать просто, я думаю, что то, что мы делаем, мы оказываем хороший сервис, он дает результат, он там растит продажи и чем дальше это будет продолжаться, тем больше этот локомотив будет вставать на такие стабильные рельсы, когда фарм будет понимать, что вот там 20%, не знаю, там 30%, 50% своего бюджета нужно отправлять в цифровое продвижение. Соответственно, вот эти деньги будут стабильно в рынке и дальше уже там мы и кто-то еще, возможно, будем за них бороться. Значит этот год подрастете скорее всего x2 или нет? Нет, x2 мы не сделаем, но мы подрастем. Мы как бы растем такими, знаешь, скачками. Скачки происходят, когда происходит трансформация в рынке и она такая не очень линейная. То есть рынок, в котором мы работаем, он, к сожалению, осенило всех, что пора, они все побежали что-то делать, там пробовать, потом какое-то время ничего не меняется, потом осенило всех, что да, сработало и они вот делают следующий скачок. И мы, наверное, вот наш скачок скорее будет в следующем году, потому что по тому, как мы видим, что делается в фарме в этом году, есть смысл ожидать, что вот все интересное будет там. А что ты имеешь в виду? Просто больше людей придет с деньгами? Больше компаний? Ну, вкусили продукт лучше, знаешь, вот как бы поняли, как им пользоваться лучше, научились лучше считать, научились лучше бюджетировать и обосновывать бюджеты, научились качественнее делать контент для размещений в различных цифровых. Научились сами что-то делать в digital, попробовали, как это работает у них, потому что для многих там, не знаю, возражение по работе с нами бы показалось, что у нас достаточно дорого. Попробовали создавать свои платформы для врачей, попробовали использовать свой инструментарий, поняли, что своим инструментариям получается в разы дороже, соответственно, вот там этот. И вот какие-то такие блоки возражений снимаются-снимаются, и потихонечку на фоне этого растет в целом бюджет, ну, глобальный во всем мире бюджет, выделяемый фармой на цифровые каналы работы. И на фоне этого вот есть ощущение, что где-то вот сейчас тот скачок, когда... То есть мы сделали в этом году конференцию по цифровому продвижению. Физически пришло на мероприятие почти 500 человек, там 420 с чем-то. Первые конференции по цифровой фарме, на которой я был, с трудом набиралось 20 человек, а сейчас 400 это прям вот много, то есть интерес к этому есть. Уточню про эти ивенты ваши, у вас их несколько. Это все имидж? Ничего больше? У нас есть премия Russian Pharma Awards на бизнес прибыльный. Конференции, имидж, разъяснение рынку нашего продукта. Как вы зарабатываете? Мы зарабатываем на том, что мы делаем доставку какого-то контента от фарма врачам. И мы ее делаем разными способами. То есть у нас есть медийная реклама, это вот баннеры, фоллскрины, всплывающие какие-то окна. У нас есть реклама с обратной связью публикации внутри нашей сети, где врачи могут обсуждать, там конкурсы, где мы собираем какие-то материалы от врачей и так далее. У нас есть большой объем нашего бизнеса сейчас. Это микросайты, посвященные проблематике, заболеванию, препарату, то есть какие-то внутренние подресурсы, которые спонсируются фармкомпаниями. Как лендинги, да? Одностраничники лендинги обычно? Они бывают одностраничники, иногда это не одностраничники, но в целом идея, что это по сути лендинги. И у нас есть вот эти образовательные программы, где... Это некоторое развитие продукта лендинг, по сути, там где он превращается в обучение с опросами, с вопросами или с обратной связью. У нас есть не очень большой объем каких-то интерактивных игр, где врачи соревнуются друг с другом, соревнуются с какими-то профессорами, играют в пятнашки, собирают пазлы из какой-то истории болезни. В общем, все, что придумали в медийной рекламе и называют спецпроектами, мы это все умеем делать. Ты говоришь, что сейчас преобладающие revenue stream вот эти спецпроекты? Спецпроекты и микросайты, наверное, приносят сейчас основной доход. А что там есть в пакете? То есть это вы продаете, кроме того, что вы сделали лендинг, вы туда еще наливаете изнутри трафик, правильно? Там в основном мы берем деньги за трафик. Наш основной бизнес это трафик. Трафик, который выражен как в том, что врач пришел туда, либо врач пришел и провел какое-то время там, либо пришел, провел какое-то время и ответил на вопросы. То есть мы продаем какие-то разные метрики, которые могут сказать о том, что случилось, чем это закончилось. Количество фидбэка от врачей это может быть метрика, которая в деньгах? Да, метрика, которую мы можем продавать. Прикольно. А что еще интересного вы продаете из того, что не очевидное? И очень неплохо покупается. Мы вообще перепробовали много моделей, все остальное покупается плохо. Именно поэтому то, о чем я описал, есть основной revenue stream. Мы партнер HeadHunter.ru. На HeadHunter.ru можно зайти по нашему логину и паролю. Мы это делали для того, чтобы создать крупнейший в России сервис по поиску врачей для работы. Обычно ищут врачей или врачи ищут работу? Я думаю, что наверное скорее клиники ищут врачей, чем наоборот, но в целом рынок себя для нас по крайней мере сейчас не показал. Потому что платить чаще готова частная медицина, она не очень большая в емкости и они не очень привыкли платить какие-то серьезные деньги за поиск врачей, то есть они просто покупают там подписку на HeadHunter такую вот обычную и по ней сами там ручками себе что-то отбирают видимо. Мы экспериментируем с размещением вакансий у себя на сайте, там предзаполненные какие-то на HeadHunter эти штуки, но все это не выстрелило так, как мы хотели. У нас есть research-платформа, мы делаем большое количество опросов и исследований врачебной аудитории, причем как напрямую для фармы, так и для крупных и крупнейших исследовательских агентств. То есть когда они выбирают метод исследования digital, чаще всего мы делаем, это называется в исследованиях полевую работу, то есть мы собираем анкеты заполненные врачами, врачами определенной специальности, иногда врачами с определенными дополнительными признаками, по количеству пациентов, по работе с теми или иными заболеваниями и так далее. За вот эти 10 лет, скажи как было в начале и как есть сейчас, конкурируете ли вы по сути комьюнити с такими староверскими, можно и так сказать, какими-то организациями, организацией врачей всякие, которые делают симпозиумы и прочую историю, которые тоже на этом зарабатывают. По сути у них те же равнистримы, не считая продажи кликов, конкурируете ли вы с ними? Остались они до сих пор или это уже пережиток прошлого? Они остались. Они наверное в ближайшем будущем никуда не денутся, потому что такие врачебные ассоциации курируются обычно лидерами мнений, какими-то очень сильными именитыми врачами, профессорами и другие врачи так или иначе следуют за ними, потому что вот профессора и эти врачи часто обладают знаниями, которыми не обладает там обычный часто региональный врач и как бы послушать профессора, который подскажет какие инновации, какие методики лечения случились для них всегда интересно. Поэтому система, в которой фарма естественно пытается встраиваться и влиять на мнение вот этих опиннин лидеров с тем, чтобы эти опиннин лидеры влияли на мнение остальных врачей, она будет оставаться. И ассоциации курируемые ими будут оставаться также. Мы наверное в какой-то мере конкурируем за один бюджет. Мы не выстроили каких-то серьезных партнерских отношений с такими ассоциациями просто потому, что вот у них инструментарный подход к работе другой, то есть я думаю, что потенциально им может быть очень интересно работать с нами, потому что они создают контент, у них есть имя и все остальное, а мы умеем делать доставку этого контента. Но пока для них напечатать в бумажном журнале, который они сами еще издают, выглядит просто более привычным, более понятным, более понятно бюджетируемым в том числе. Почему у вас не так много контента в целом? Потому что я это точно знаю и понимаю, что очень много людей зарабатывает на медицинском трафике вокруг вас в том числе. Почему не создаете, не собираете трафик с поисковых систем? Не нужен просто, потому что врачи все у вас уже? В России по данным исследований примерно 75-77 процентов врачей активно пользуются интернетом, а у нас примерно 65 процентов врачей. То есть создание контента очень дорогая игрушка, то есть создавать контент дорого, прям вообще. Медицинский контент дороже, контент, который будет интересен врачам, потому что вот контент на потребителей о том, как лечить подорожникам от всего, его как бы легко создавать, он не интеллектуальный. Контент, который привлечет врачей, создавать сложно. Это нужны прям люди, которые хорошо глубоко понимают ту или иную тему. И он должен быть очень разнообразный, он очень быстро устревает. Мы считали, нам нужно тратить, чтобы минимально интересно поддерживать интерес по большинству ключевых специальностей, нужно тратить примерно миллион долларов в месяц. Вы прикинули? Вот на создание какого-то потока контента. При этом я не готов подтвердить мысль о том, что у нас контента мало. Контента на докторной работе много. Врачи создают контент. Был момент, когда мы понимали, что у нас за месяц создается больше контента, чем всего остального русскоязычного медицинского контента за год. Если брать медицинские журналы профессиональные, врачебные, брать медицинские сайты на врачей, а не брать консюмерские, вот этот вот подорожник и пластырь. Каким образом мотивировать вот этих врачей оставлять какие-то сообщения? Очень показательной была история с платежами, то есть мы платили врачам за контент долгое время. Мы сделали СМИ, написали документацию таким образом, что все врачи становились нашей редакцией, а все их материалы подпадали под условно авторские. Мы имели право платить им гонорары и мы сделали систему лояльности, через которую платили. В общем там была немножко замороченная система. Но суть ее сводилась в том, что если ты делаешь публикацию, ее лайкают, комментируют и она заходит в аудиторию, ты получаешь деньги. Работало очень круто, потому что нам это помогло совершить прорыв в контенте. Контента было мало, стало очень много идей, что можно посидеть, чуть-чуть побить по клавиатуре и заработать дополнительные даже 300-600 рублей. Сработало великолепно, но странная часть для нас, для меня это было шоком. После того, как они писали и их материалы действительно обсуждали, критиковали, хвалили, они не забывали про эти деньги, то есть они их не выводили. Они у вас на балансах оставались? Да, они копились, но это были баллы, которые можно было путем определенных кликов превратить в платеж на телефон. Достаточно легкие. Я понимаю, что пока мы не объявили про деньги, они не писали. Когда мы объявили про деньги, они стали писать. Вроде бы логичный вывод. Деньги мотивируют врача, но деньги они не забирали, понимаешь? И вот это вот здесь где-то есть логическая ошибка, то есть я ее как бы для себя нашел, объяснение какое-то. Я понимаю, что вот там у них профессиональное после того, как они понимают. То есть, когда ты ничего не пишешь, тебе кажется, что там что-то происходит само по себе. Как только задели твое профессиональное, как только с тобой обсуждают на высоком уровне то, что ты написал, ты уже понимаешь, что не за 300 рублей ты много лет посвятил своей жизни медицине, а совершенно с другой целью. И вот это вот где-то там деньги становятся вторичной историей. Почему у вас до сих пор не купил Яндекс? Наша огромная сила в том, что мы построили продукт на рынке, который в диджитал-то вообще мало кто смог хоть как-то освоить. Мы практически построили рынок, которого не было. А наша слабость в том, что Яндексу нравятся консюмерские истории больше, чем узкоспециализированные, потому что он их лучше понимает. Я думаю, что это не только Яндекс, а вот вопрос нашего экзита иногда стопорился с тем, что продукт крутой, круто растет, выручка большая, не на 100% понятна комплементарность с каким-то другим бизнесом. Что должно быть в предложении, чтобы ты вышел из бизнеса? Мы думали о том, что мультипликатор в районе 10 для нас с учетом сложности аудитории, мультипликатор сложных там таргетов и достаточно серьезных барьеров входа на наш рынок, потому что сложно сделать то, что мы сделали быстро и медленно сложно, возможно невозможно никому не дародься. 10 годовых выручек, правильно? Да. Мы думали о том, что вокруг этого была бы справедливая оценка, с которой мы в какой-то момент обсуждали рынок. Кто-то говорил 13, кто-то говорил 8. Я сейчас такую даю какую-то. Смотри, у вас основные же траты на персонал, правильно? У нас почти все траты на персонал. Насколько это маржинальный бизнес? Мы не очень круто разделяем просто R&D и текущую деятельность. Мне поэтому сложно отвечать на такой вопрос. То есть вы вкидываете деньги в разработку, даже не особо считая их? Мы считаем, но не всегда хорошо. У нас есть, допустим, основной наш сайт Доктор на работе. Вот мы инвестировали в то, чтобы перенести его на новую платформу, потому что старая просто стала старой уже с точки зрения управления, количество костылей и всего остального. Могли мы этого не делать? Могли. Существовал бы сайт Доктор на работе при этом? Наверное, существовал бы. Но мы понимаем, что как бы в долгую, там в нем бы копились костыли и он, наверное, когда-нибудь бы упал. И вот здесь вот для нас это больше R&D или больше поддержание существующего продукта или больше исправление старых ошибок. Вот что это, понимаешь? То есть этот вопрос, наверное, очень нужен, если бы на том уровне бизнеса, на котором мы находимся, мы будем долго спорить о том, что это такое, придумаем какую-то цифру по итогам споров и что она нам даст непонятно. Спрошу по-другому. 30 процентов, если ничего нового не запускать и там сверхъестественно не вкладывать в R&D, больше 30 процентов маржиналис? Я думаю, что да, мы можем EBITDA. Вот мы считали, когда думали там в очередной раз о том, чтобы это все продать, поняли, что если мы инвестиции в рост уберем все, то мы покажем больше 30 процентов EBITDA. Какой источник дохода у вас, скорее всего, в ближайшее время отвалится? Я не думаю, что что-то из тех инструментов, которые есть у нас сейчас, начнут падать всерьез. Другой разговор, что не все будут расти. То есть, например, у нас исследования есть, они не растут практически, по крайней мере, процентном отношении к выручке. Мы вроде бы их лучше делаем, более профессионально, еще что-то. Но они там находятся внутри какой-то своей зоны, какой-то объем рынка употребляется. Цена продукта решает? Я думаю, что просто больше нету спроса возможно. Из-за цены? Возможно, просто не нужно больше. То есть мне нужно один раз узнать, что думают врачи о моем препарате. На старте причем? Мне не нужно два раза это узнавать возможно. Поэтому два раза это не купят независимо от цены. А опускать цену нет смысла, больше не продастся. Поднимать тоже нет смысла, потому что перестанут покупать, пойдут в оффлайн. Поэтому есть какие-то продукты, которые находятся в своей ценовой зоне комфорта и стоят. Но мы верим в то, что в целом диджитал будет трансформироваться. То есть мы запустили первый в России и вообще один из первых в мире мессенджер для врачей. Это уже не социальная сеточка, а это именно порождение телеграмма, ватсапа и ежесними. Соответственно мы понимаем, что сама форма коммуникации меняется и уходит тот формат, где коммуникация это очень большие объемы контента, сложные статьи, в сторону коммуникации, где контент становится относительно маленьким. И дальше мне вот сейчас сложно спрогнозировать, потому что был момент, когда я говорил однозначно, слушайте, вот твиттер это формат и все остальное это не формат, вообще не надо делать длинные вещи. А потом раз и на какое-то время выстрелили лонгриды и стали большим трендом в интернете и все стали читать лонгриды. И мы сейчас видим сегментацию, мы сейчас видим, что вот некоторые врачи потребляют, не знаю, что-то совсем короткое, а у нас был, вот сейчас мы буквально на днях обсуждали кейс, клиент, который пришел с часовым видео, сложным, часовая там лекция подробная и он его для того, чтобы нашим врачам было удобно, нарезал на куски. И куски очень легкие были в восприятии и главное, что видео было посвящено разной тематике, там смежной, все внутри одной специальности, но разные. А куски были четко по каким-то блокам и мы видели, что конечные просмотры этого общего видео превысили просмотр каждого из кусков. То есть суммарно все куски посмотрели больше, но мы получили огромное количество досмотров часового видео. Когда к нам пришел этот проект, мы там почти заставили клиента это все нарезать, сказали, что не будут смотреть. Мы не верили. И вот эти перекосы, которые происходят сейчас в интернете, они иногда расходятся с нашими ожиданиями. Поэтому будем экспериментировать, смотреть, что будет срабатывать. Но мы думаем, что как бы уходят сайты, приходят приложения, приходят мессенджеры и чем дальше, тем больше будет контент проворачиваться через эти истории. Про мессенджер, кстати, я записал вопрос. Сколько стоил мессенджер и на сколько это правильное решение было? Мы запустили его в октябре или в конце сентября. В общем еще слишком юный продукт, чтобы оценить правильно или нет. А сколько денег? Мы видим, что врачи на него реагируют хорошо, регистрируются. Он нам позволил собирать больше данных о врачах, которые мы раньше не собирали. Мы видим, что нету жалоб. То есть раньше мы выпускали какие-то новые продукты и от врачей часто появлялись жалобы, что им не нравится, не нравится интерфейс, непонятно, неудобно. Здесь есть какие-то жалобы, потому что иногда что-то там действительно сделали непонятно, но мы как бы смотрим, действительно просто просчитались в UX. А нету никаких таких, знаешь, сущностных, то есть вот никто не говорит, что вот это вот что-то, что не нужно. С другой стороны мы пробовали сделать аналогичный мессенджер для работников фарминдустрии и там был полный провал, то есть как бы им вообще не стали пользоваться. Я хочу за этих ребят отдельно спросить? За людей, которые в аптеках работают? Фарминдустрию я имел ввиду работников фармацевтических компаний. Мы делали мессенджер для наших клиентов по сути. Думали, что для них это актуальная тема. Там вообще не взлетело. Главная цель собирать больше данных? Это не источник дохода? Главная цель это наша вера в то, что коммуникация между врачами, которая сейчас составляет основу жизни сайта доктор на работе, перейдет в мессенджер. То есть мы думаем, что мессенджер может стать нашим основным бизнесом. Вы по сути небольшой маркетплейс между фармкомпаниями и врачами? Поправка на то, что врачи не нажимают кнопку купить, то есть они делают такую рекомендацию. Я наверное это такой, знаешь, микс из маркетплейса и какого-то MLM маркетинга, потому что по сути врач дает рекомендацию пациенту купить тот или иной препарат. В этом смысле да, но не могу сказать, что у нас есть витрина гастрологических гастропрепаратов и врач входит на эту витрину и из 20 гастропрепаратов выбирает один. Это не совсем так. Это, кстати, не хорошо было бы сделать так? Хорошая мысль. Знаешь, у нас есть витрины, когда клиент выставляет много своих препаратов, то есть у одного клиента есть внутри, например, там... Сейчас фарма в целом идет по пути того, что она специализируется все больше. То есть если раньше фармкомпания могла заниматься, не знаю, там онкологией, простудой, не знаю, болем в животе и мигрени, то сейчас происходят следующие фармкомпании, у которых есть там сильный портфель, не знаю, мигрени, они покупают у других компаний их препараты в мигрени, продают им какие-то непрофильные. И потихонечку в рынке происходит смещение, становится больше узкоспециализированных фармкомпаний и для такой компании есть смысл там большое количество своих препаратов продвигать вместе. У вас сейчас больше 600 тысяч врачей, правильно? У нас сейчас, наверное, 560, может быть 570. Около 600? Около 600, да. На старте, если отвечать просто и прямо, было сложнее привлекать врачей или продавать компания в рекламу? На старте было очень сложно привлекать врачей и невозможно продавать. Мы первые продажи сделали спустя годы после старта. В 2012-2011, по-моему, вы говорили. Наверное, сейчас мне уже трудно сказать. Это 2-3 года и первые продажи это были такие слезы в деньгах, что их и продажами ты не назовешь. То есть первый год, когда у нас там было меньше 10 тысяч врачей, меня просто не пускали на порог. Когда мы собрали больше 10 тысяч врачей, меня пускали на порог, я им говорю, как бы в фарме нужны не врачи, а какие-то узкие специализации, с которыми они работают. Я говорил сколько у меня врачей внутри каждой специальности и меня после этого выгоняли. И только когда мы чуть-чуть выросли больше, мы смогли этот продукт уже реально продавать. Я думаю, что вообще успех доктора на работе сейчас во многом, потому что нам в каких-то моментах очень везло. Мы пришли в рынок без специфических знаний. Мы не могли какое-то время привлечь никаких врачей и вдруг ВКонтакте добавил возможность таргетировать по выпускникам вузов. И выпускники медицинских вузов, вероятно, сейчас врачи, таргет на них. Это зона, которую еще на тот момент никто не знал, не освоил и нам первые регистрации стоили копейки. Копейки в смысле меньше рубля мы платили чуть ли не от 6 копеек за регистрацию. Последние регистрации для понимания мы покупали рекламные, это стоило уже там иногда несколько тысяч рублей. И сразу туда мы впулили огромное количество денег, это дало какой-то всплеск. Нам повезло быть первыми, то есть потом появились еще соцсети, но они опоздали ровно настолько, чтобы мы успели занять лидерскую позицию и ее не отпустить ни разу за 10 лет. Мы все время там сильно опережали всех. А что ты имеешь ввиду под соцсетями это что? Есть другие соцсети для врачей, те же врачи РЭФ. Наверное нам повезло, что среди наших клиентов были какие-то новаторы, которые тогда, когда у нас еще почти ничего не было, согласились рискнуть и попробовать потестировать наш продукт. Где-то нам везло, мы просто на какое-то время или там находили в команду людей, которым удавалось это либо продавать, либо двигать. И это все везение? То есть то, что ВКонтакте в то время запустил, а вы эту историю почувствовали, это везение? Если бы они не запустили, то возможно не было бы доктора на работе. Закрылись бы? Не знаю, что было бы, но вот тогда скорость привлечения врачей выросла в десятки раз моментально и цена привлечения упала тоже в десятки. Совершенно другой мир был бы для нас, если бы этого не случилось. С тех пор, как мы запустились, наверное, два раза в год приходят предприниматели, которые хотят сделать нишевую соцсеть в разных нишах. Мы всех отговаривали, потому что мы не знаем другой такой ниши, где в маленькую аудиторию вбухивалось бы столько денег просто. А если денег нет, то не работает. Моими глазами целесообразнее делать YouTube канал или какой-то мощный Instagram блог про что-нибудь тематическое и делать его таким крутым, чтобы было много подписчиков. У вас, кстати, очень много продуктов. Давай поговорим. Медкампус, смартфарма, GetBeta по моему, правильно, в приложении? Со стороны это видится как деньги зарабатывать и надо их куда-то вкладывать? Это экосистема. Продукт смартфарма он менее успешный с точки зрения денег, чем доктор на работе, но он прибыльный. То есть он приносит выручку и окупает себя. Поскольку он использует ту же самую платформу, потому что доктор на работе, соответственно, там нет это не отдельная разработка, не отдельный новый принципиальный продукт. Это просто другое разделение нашего сайта на разные специальности и разные цветовые схемы. Поддержит и продает рекламу там та же команда? Та же команда, да. Поэтому это очень взаимодополняющие продукты, которые никак друг другу не мешают и не каннибализируют. У нас есть продукт Медкампус, это ресурс для студентов-медиков. Мы каждый год оттуда забираем выпускников на врачебный сайт. И если сейчас это менее очевидно, как бы там у нас просто стало много врачей, то были годы, когда мы прирастали просто каждый год на 20-30 процентов просто за счет вот этого перевода студентов старших курсов на врачебный сайт. И это тоже здесь комплементарность была очевидна, это не были выброшенные деньги, он себя окупил полностью. У нас есть телемедицинская платформа. Хочу сейчас спросить о денег. И здесь мы очевидно совершенно, когда началась шумиха, мы побежали просто, чтобы не упустить, то есть у нас и было конкурентное преимущество ко всем. Это огромная база врачей во всех регионах страны. И мы понимали, как мы сможем монетизировать, если этот рынок состоится. И здесь мы вбухали достаточно много денег. Сил и времени на то, чтобы вот на этом рынке там закрепиться и еще что-то. И он не выстрелил. Мы считаем, что пока все это списали как убыток. Исследования. Мы в принципе сделали там исследовательскую платформу, но по факту она нам не нужна. То есть мы использовать можем элементарные опросники на каком-нибудь сервии Gizmo и этого выше крыши для тех потребностей, которые у нас есть, либо мы используем платформу наших клиентов, если это исследовательские агентства, они просто отдают ссылки на свои платформы. Соответственно, вот эта часть не проявила себя, но это было не от того, что лишние деньги. Мы просто ищем возможность диверсифицировать нашу выручку. GetBetter это проект отдельный от доктора на работе. Мой и Стаса. Он как бы не пересекается по команде кроме нас двоих. Там мы нанимали внешних разработчиков. Мы сделали приложение для людей с хроническими заболеваниями. Запустили и протестировали его в России на людях с диабетом второго типа. Очень круто получилось. Мы буквально за месяц собрали 20% всех людей с диабетом второго типа, имеющих, ну пользующихся iOS. И нам это супер понравилось, но в России мы не придумали модели монетизации. То есть мы поняли, что есть продукт, он востребован, люди с диабетом могут им пользоваться и это можно распространить на другие хронические болезни, но мы не придумали как зарабатывать, потому что люди с хроническим заболеванием, как правило, это потребители рецептурных препаратов. Рецептурные препараты рекламировать в таком приложении в России нельзя. Деньги от ОМС получить внутрь такого приложения непонятно совершенно как. По-моему никому сейчас не удается что-то там реимберсмент классический. Делать обычную рекламу там не интересно, слишком маленькая посещаемость. В общем как-то мы потыкались в разные сферы, ничего не выстрелило, мы потащили его в Штаты. Привлекли инвестиции отдельные, попробовали запустить его в Штатах, но у нас не получилось. Сложно сказать, что случилось. Мы поняли, что мы очень быстро сжигаем деньги и все еще очень далеки от бизнес-модели. Это были личные деньги? Личные были до того, как привлекли инвестицию в основном, что мы вложили деньги в разработку, а потом когда деньги кончились мы привлекли инвестора, чтобы он нас поддержал на выход на другой рынок. И мы, честно говоря, свернули проект, решили вернуть деньги инвестору, просто не тратить их, потому что мы поняли, что первая для нас стала большая проблема оставаться в России или переезжать в Штаты. Если переезжать в Штаты, то нужно было бы бросить доктора на работе. В какой-то момент мы поняли, что нам надо делать выбор. Там еще была какая-то соцсеть для родителей, если я правильно помню. Мы мечтали все время заняться детишками и мамами, считая, что это огромный рынок с точки зрения потенциала и возможностей. Мы не передумали в части потенциала и возможностей, но мы понимали рекламную модель, но там должна быть какая-то просто невероятная посещаемость, чтобы это работало, потому что есть Mail, есть Яндекс, есть Google и они настолько круто отдают аудитории. То есть если с врачебной аудиторией это сейчас не так, то с обычными аудиториями на мамочек они умеют таргетироваться великолепно и очень-очень дешево. Соответственно такой продукт... Мы хотели сделать там такую платформу многоуровневую, где будет встроенный маркетплейс, будет встроенная телемедицинская система, где можно будет маму получить по своим детям, будет встроенная история для бабушек и дедушек какая-то отдельная, в общем, вот всю эту выстроить экосистему. Но в какой-то момент, наверное, тоже решили, что идет хуже, чем нам хотелось бы. Со стороны кажется, что это из-за фокуса, то есть вы заняты основным продуктом и мы сейчас перечислили чуть ли не с пяток точно других продуктов, которые по большому счету не пошли. Это из-за фокуса или нет? У меня есть люди, которые могут продавать. Я могу на время сфокусироваться на чем-то другом. Если это что-то другое начинает получаться и расти, то надо фокусироваться на этом больше. Если это не начинает получаться и расти, то надо свой фокус переключать на что-то еще. Если бы у нас в жизни не было ничего кроме GetBetter или Littles, возможно, они бы у нас пошли лучше, сложно сказать, не знаю. Но совершенно точно, если бы мы полностью сместили фокус на один из них от доктора, доктор бы сейчас, наверное, чувствовал себя, нам кажется, что чувствовал бы себя хуже. Очень интересный факт. Ты какое-то время на старте проекта рассказать, просто это публично, это тоже еще надо уметь. Это хорошо. Жил за счет девушки, ты сказал. Не помню детали. Я помню, что утрировано на повседневные вещи, очень просто сходить продуктов купить или в ресторан сходить. Мы достаточно часто прибегали к ее кошелькупту, что у меня там что-то было, что нужно было фундаментально, и мы не могли не тратить, не знаю, мы снимали квартиру, соответственно, мы не могли не снимать, и там было отложено на сколько-то месяцев съемок квартиры, денег, которые я платил. Но какие-то вот такие повседневные радости, которые себе позволяешь, обычно из свободных денег, но чаще позволяли там. Такой период был пару-тройку месяцев, может быть. На старте проекта? Нет, это было годы спустя старт проекта. А как так случилось? Случилось так, что мы между раундами инвестиций потратили все деньги из прошлых инвестиций. Они у нас закончились, инвесторов искали чуть дольше, чем хотелось, потом как бы раунд закрывали, что ты инвестора нашел, это еще много месяцев обсуждений документов, подготовки, трансферов денег и всего остального. И ты понимаешь, что деньги вон они лежат, но на них надо дотянуться. Случился разрыв получается. И у нас просто были там по сути кассовые разрывы. Как ты следишь за своим здоровьем? Тематический вопрос нет? Наверное, когда вот мы начали этим заниматься в девятом, через пару лет, читая наш сайт, я тогда, сейчас я мало успеваю его читать, а то в то время как бы все происходящее там, это был такой прям ребеночек, за которым следил со всех сторон. Я читал сайт и ко мне вдруг пришло осознание, что медицина это, к сожалению, не как, не знаю, ремонт электроники, бытовой техники или машины. Ты сдал, тебе заменили там кусок мотора и вернули, и он опять работает. Медицина так не работает. И я понял, что может случиться огромное количество ситуаций, в которых человеку никто не поможет. И один из немногих способов это избежать, это здоровый образ жизни. И вот тогда я, наверное, году 2012 и, наверное, года, может, 2011, я перестал употреблять алкоголь. Я иногда могу себе позволить что-то покурить, иногда могу себе позволить что-то выпить. Здесь, наверное, вот сейчас это такой, может быть, даже более сбалансированный, не идеальный. То есть идеальный это, когда, конечно, нет вредных привычек, есть полезные. А так активный спорт, хорошее питание, сокращение. То есть у меня нету, я не впадаю в какую-то крайность веганства, отказа от всего, но при этом там меньше жареного, меньше пареного. Меньше сахара? Да. Я не думаю, что я эталон для подражания, я много двигаюсь. У нас полминуты, сейчас будет дождь и вообще мы замерзли адски. Конкурс. Можно задавать и нужно задавать умные интересные вопросы. Можно по здравоохранению, можно про IT-бизнес. Вообще в целом все, что вас интересует про Илью, все, что мы сегодня обсуждали, пожалуйста, в комментариях можно задавать несколько вопросов. По итогу после дедлайна придешь в комментарии и выберешь лучший вопрос. Точно. Ребята, задавайте. Постараюсь ответить интересно. А что будет за это? Договаривались о ужине для тех из вас, кто в Москве. Буду рад поужинать. Для тех из вас, кто где-нибудь еще придется что-нибудь придумать. Да, скайп без проблем. Скайп без проблем или может следующий веб-саммит в Лиссабоне и здесь получится получше. Это вообще с удовольствием. Все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, ставьте дизлайки и тогда пишите почему вы его поставили и подписывайтесь на канал, если вы вдруг зашли и не подписаны. Спасибо. Спасибо. Еще раз. Инвестиций в вас. Венчурных фондов практически не было. Привлечение инвестиций суперполезная тренировка. Мы приходили к умным людям и умные люди тратили там час или два своего времени, чтобы проанализировать наш бизнес.